Если ты мечтаешь о лицензии Майнкрафта с полным доступом, у меня для тебя хорошие новости. Три человека, которые поставят лайк этому ролику, подпишутся на мой канал и подпишутся на канал спонсоров по ссылке в описании, а также напишут абсолютно рандомный комментарий, получат завтра лицензию Майнкрафта с полным доступом. Всем привет, с вами Атунка и добро пожаловать на новую серию выживания на одном блоге. Сегодняшняя серия, мне кажется, должна получиться очень интересной, потому что у меня на сегодня очень большое количество идей, очень большое количество ачивок и целей, которые я хочу выполнить на эту серию. Но, правда, их настолько много, этих идей, что за сегодня вряд ли мы успеем все это выполнить. Но, в любом случае, ребята, если вы хотите, чтобы новая серия по выживанию на одном блоге вышла как можно быстрее, поставьте обязательно лайк, потому что именно от вашего лайка зависит то, когда она выйдет. Воу-воу-воу, коротенькая рекламка. В группе Квибер Дизайн вы сможете подобрать себе все, что вам нужно для дизайна и монтажа. Это могут быть различные вставки для ваших роликов, это могут быть разные шрифты, риги, ресурспаки, в общем, тут очень много всего. Можете все увидеть сами, ссылочка на группу будет в описании. Давайте даже сделаем так, как только эта серия наберет 3000 лайков, я сразу пойду записывать новую серию. То есть, даже если она наберет сегодня, то завтра уже выйдет новая серия выживания на одном блоке. Итак, мне кажется, что эта свинья будет кататься в моей вагонетке еще до конца сезона. Мне кажется, она уже устала кататься, поэтому она очень медленно, медленно, медленно катается. О, боже мой. Ну, ладно, уже катайся. Итак, опять же, как я уже говорил, у меня на сегодня очень большое количество идей. И давайте, пожалуй, начнем с того, что мне бы не помешало скрафтить какую-нибудь железную броню, потому что это уже пятая серия, я хожу без брони. А для чего мне нужна броня, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что, во-первых, я сегодня планирую отправиться вот в тот остров, который находится в самом верху. Это адский остров. А также ровно через одну минуту мы спустимся вот туда вниз, в нашу шахточку. И там убьем большое количество мобов, потому что я убрал все факела, чтобы там заспавнилось как можно больше мобов. Потому что мне очень срочно нужно убить одного паука и выбить хотя бы еще одну нить. Потому что, смотрите, у меня сейчас одна нить, мне нужно две нитки для того, чтобы скрафтить удочку. А из удочки я выполняю сразу две ачивки. Первая, это вкусная рыбка, то есть пожарить и поймать рыбку. А вторая, это где-то здесь, вот, прыгнуть со скалы верхом на свинье. Правда, у нас пока что нет седла, но нам как бы удочка тоже нужна будет. Поэтому очень нам нужно ее прямо-таки сейчас скрафтить. Итак, окей. А с чего мы начнем? Начнем мы с того, что я скрафчу себя железную броню, наконец-то. Не буду ходить как бомж, буду хотя бы одет и такой. Оу-оу-оу, ничего себе. Вот это уже ничего себе. Только этот. Меч немного не вписывается в атмосферу, поэтому нужно меч тоже немножко апгрейднуть. Меч немножечко сейчас мы улучшим с одной палки и двух железа. Отличненько. Итак, старый выбрасываем, берем наш новый меч. И, значит, больше вроде как мне ничего не нужно. Также вы заметили, наверное, что у меня появилась еда, а именно жареная курица. Ну, откуда она у меня появилась? Ну, как сказать. Ну, вы, наверное, заметили то, что тут курочек стало чуть меньше, чем их было в прошлой серии. Ну, просто, что я решил убить их, потому что, ну, я думаю, ну, блин, это же еда, во-первых. Во-вторых, все равно там наверху у нас их просто куча. Еще кое-что, пока что это показать не буду. И так, мы уже приближаемся, мы уже почти у острова. И, посмотрите, да тут полноценный зоопарк. Смотрите, сколько тут этих куриц, блин. А также, смотрите, я тут сделал небольшую платформочку, чтобы тут выращивать деревья, собственно, да. Потому что, ну, как бы у нас внизу не так уж и много места. Вот, там все равно три дерева есть место. И здесь я ее в скором времени еще увеличу. Сделаю ее, ну, блин, достаточно большой. Возможно, все это покрою. И тогда у нас тут будет огромная-огромная ферма деревьев и, в принципе, всего остального. Потому что, ну, дерево, оно всегда нужно. Лишним оно никогда не будет. И как только мы выполним еще 2-3 ачивки, мы сюда вернемся и скопаем, наконец-то, эти эмиральды. И, может быть, даже найдем тут какие-нибудь алмазы. Потому что мне писали, что на втором острове, то есть на вот этом острове, есть алмазы. Поэтому мы их будем искать. Я только лазурит, правда, пока что вижу. Но, я думаю, мы их поищем. Может быть, даже что-нибудь найдем. Итак, спускаемся вниз. Я тут подготовил себе небольшой такой спуск. Оба-на, все, мы внизу. И так, что мы делаем? Мы, значит, берем нашу кирочку, наш меч. И спускаемся вниз убивать этих мобов. Боже мой. Я боюсь представить, сколько их там. Я уже одного зомбака заметил. И там, кажется, крипера вижу. Факелок я брал примерно 5 минут назад. И я боюсь представить, что изменилось за эти 5 минут. Итак, давайте пойдем по другому спуску. Чтобы они нас не ожидали видеть. Офигеть. Мне всего лишь 2 паука нужны. Я ради этих 2 пауков. Что это такое? Смотрите, там пвп шутся все. Ой, блин. Паук, окраски паук. Давай, давай, давай. Дай мне нить, пожалуйста. О, отлично. Все. Мне вы больше не нужны. Блин, можно вас как-то убить? Крипер, взорвись и убей их всех. Плиз. Блин, мне, наверное, придется прыгать вниз. Окей, ребят, вы готовы? Раз, два, три. Я пошел, я пошел. Крипер, взорвись. Давай, 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 давай. Отлично. Окей, продамажил их. Сейчас мы их сами тоже убьем. Так, продамажил он их. А мы их, собственно, добиваем. Так, добиваем, добиваем, добиваем. Все. Теперь нужно срочно все осветить. Но я не брал с собой факела. Блин, нужно быстро возвращаться наверх. Взять с собой факела и спуститься вниз. Все там осветить. Потому что сейчас они снова заспавнятся. И снова нам будет капец. Но, к счастью, нам повезло. Нить у нас теперь есть. И мы можем сделать то, ради чего мы, в принципе, туда спускались. Так, вот наши факела. Блин, нужно тут немножко подправить. Эту крипер тут все взорвали, в принципе. Конечно, они мне помогли, потому что мы быстрее всех убили. Но все равно они тут немножко все попортили. Поэтому теперь после них нужно восстанавливать это все. Ну и так, значит, помечусь им сейчас факела. И я вам сейчас еще кое-что покажу. Только что об этом вспомнил. В общем, когда я приходил сюда, чтобы убрать все факела, я слышал большое количество всяких зомби, скелетов и так далее. И мне было интересно понять, откуда идет звук. Я решил такой прокопаться в одну сторону, прокопаться в другую, в третью. Везде я встречался с барьерами. Но когда я прокопался в эту сторону, смотрите, на что я наткнулся. Эти блоки за барьером, так что это не я их ставил. И, как вы можете заметить, судя по булыжнику и по вот этому вот замшелому булыжнику, кажется, он так называется, у нас там, скорее всего, есть спавнер. Поэтому мы туда сгоняем обязательно. Как только выполним еще буквально две ачивки, наверное, мы сможем туда уже попасть. И если это реально спавнер, то больше всего меня радует то, что там должно быть сундук. Сундук один или два, ну должно быть два сундука, по сути. Вот. А, блин, они мне мои лесенки тут попортили. Где мои лесенки, блин? Мне нужна компенсация. Ладно, давайте вернемся обратно. Лесенки, мне кажется, в сундуке лежали. Ну и пока что этим заниматься не будем. У нас есть еще и другие планы, которые я хочу выполнить в этой серии. И так, начнем, значит, с чего? Пока что скрафтим удочку. И попробуем, значит, что-то выполнить. Так, берем, значит, нитки. Берем, значит, дубовые досочки. И, получается, крафтим удочку. Я не помню, как она крафтится. Примерно вот так. Нет, наверное, наоборот. Наверное, она крафтится примерно вот так. Да, вот, отлично. Мы скрафтили удочку. И для того, чтобы выполнить ачивку, которая называется Поймать и пожарить рыбку, нам ничего больше не нужно. Как бы у нас тут водичка есть. Можем начинать рыбачить. Поехали. Надеюсь, этого будет достаточно. То есть, надеюсь, не нужен какой-то бесконечный источник воды. Просто будем ждать. Опа, на, что-то есть, что-то есть, что-то есть. Что-то такое сырой лосось. В смысле, я не выполнил, получается, ачивку. То есть, это не ту рыбу мы словили, которую нужно было, да? Ясненько. Значит, нам... А стоп, может быть, нам ее пожарить надо? Мы вообще можем ее пожарить? Даже если это не даст нам ачивку, то мы все равно сможем покушать. Покушать это всегда хорошо. Итак, что у нас из этого получится? Жареный лосось. И лол, смотрите, мы выполнили это достижение. Серьезно, его нужно было просто пожарить. Я его, правда, не для этого жарил. Я просто хотел покушать. Ну и теперь, помимо того, что мы можем покушать, мы еще и выполнили ачивку. Отлично, у нас все теперь расширилось на один блок. И скоро мы уже доберемся до этого сундука, а после него и до тростника. Потому что я так полазил немножко по достижениям и понял то, что очень много достижений нуждаются в тростнике. И реально очень много. Например, это чародей, потому что для того, чтобы скрафтить, собственно, книги, нам нужен тростник. Это библиотека, вроде как с ним такая же ситуация. Это пироги, потому что, чтобы скрафтить пирог, нам тоже нужен, собственно, сахар. А из него он делается вроде как из тростника. Ну и, в общем-то, пока что вроде бы все. Но, короче говоря, получается, я получаю тростник и плюс 3-4 ачивки сразу же выполняю. То есть это очень удобно, поэтому самое главное это достать нам до тростника. А до него нам примерно, ну, сколько получается? Ну, кстати, немало, так, ачивок 6, наверное. Так что сейчас начнем их выполнять. И, блин, дождик не вовремя. Ну ладно, скушаем наш сырой лосось, в принципе, и пойдем выполнять следующую ачивку. Следующая ачивка будет реально интересная, потому что прямо сейчас мы будем строить портал в ад. И попадем реально в ад. Я не знаю, ты пахнет ли нас туда в тот ад или прямо в настоящий ад. Это мне очень интересно реально узнать. И давайте мы это, собственно, и проверим. Так, значит, возьму, в принципе, я свои стрелы и лук возьму, потому что это может мне пригодиться. Также я могу, по сути, я могу скрафтить себе стрелы. Но нет, кремня на это тратить, в принципе, не буду. Да, думаю, пока что на это нет смысла тратить кремень свой. Я вот что сделаю. Возьму, значит, с собой алмазную кирку, возьму ведро, возьму с собой водичку и спущусь в шахту, чтобы добыть обсидин. А водичку возьму, ну, вдруг там найдется только лава, и тогда мы зальем лаву водой, чтобы получился обсидин. Так, надеюсь, тут мобов разных не будет, я же вроде нормально осветил. А, блин, зомбак все-таки один появился здесь. Как ты тут появился? Откуда ты взялся? Ой, он мне еще и железный слиток подарил. Стоп, я же вроде осветил все. Почему я слышу так громко этих зомбаков? О, смотрите, нам теперь доступен этот спавнер. Хотя, наверное, только этот один блок, да? Так, 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 реально это спавнер, да. Я правильно, в принципе, подумал. И зато тут есть два сундука, которые мы сможем залутать уже через... Ну, через одну или две ачивки мы сможем один залутать, и еще столько же примерно второй. Правда, интересно, почему не крутится спавнер, ну ладно, это, в принципе, не важно. Сейчас мы пойдем за другим. Мы сейчас спустимся куда-нибудь вниз. Где там мой спуск? Я его потерял, блин, я тут все задел, походу. Где же был мой спуск? Блин, нужно теперь его искать. Так, он, кажется, был где-то здесь, вроде был мой спуск. Давайте проверим, да, вот здесь он был мой спуск. И я сейчас иду, значит, искать лаву. Так, надеюсь, мобов тут тоже никаких не будет. Так, здравствуйте, тут никого, надеюсь, нет? Отлично, я вроде как хорошо осветил. Опа-на, железка? Ну, железка, в принципе, всегда пригодится. Мы по-любасу найдем ему какое-нибудь применение. Можете, кстати, написать, куда его тратить, а то, я не знаю, у меня там еще в сундуке вроде завалялось железо, а я пока не знаю, куда его тратить. Так, собственно, я вижу там лаву, я вижу уголь, я вижу железо, и пока что все. Я вижу алмазы, посмотрите, там алмаз. Офигеть, ну это нереально. Это, это ачивок 30 до него. То есть мы в этом, ну, не знаю, на этой карте мы его никогда не соберем, потому что тут даже нет столько ачивок, мне кажется. Да, так что это будет нереально. Но все равно мы нашли алмазик, тоже прикольно. Так, тут где-то был портал в край, сейчас мы его найдем. Так, вот здесь я его уже вижу. И главное, чтобы не заспамились опять те чешуйницы, которые меня постоянно пытались убить. Так, значит, я уже нашел, в принципе, лаву, это хорошо. Но нам нужен не один блок лавы, а побольше, для того, чтобы у нас было побольше, собственно, апсидина. Блин, у меня сломалась железная кирочка, ну ладно. Ой, тихо-тихо, лава, не бей. Я пока что сгорать в лаве не сильно хочу. И сколько тут лавы? В принципе, о, отлично, лавы много, это хорошо, реально. Ой-ой-ой, да все, лавы нам достаточно, в принципе, еще на, ой-ой-ой, сколько времени. Я думаю, мы больше никогда не будем нуждаться в лаве, точнее, в апсидине. Все, заливаем это все водичкой, и отлично, у нас теперь есть много апсидина. А мне кажется, этого апсидина... Фу, все, отлично, нам этого хватает на 5 порталов ватт, наверное. Значит, как мы поступим? Мы сюда, в принципе, зальем, разли... Разальем, точнее, сюда водичку. И вот так вот будем здесь стоять и добывать апсидин, для того, чтобы, если под ним есть лава, ну, чтобы мы туда не провалились, ну и сам апсидин. Итак, погнали собирать апсидин. Итак, у меня 10 апсидина, вроде как этого достаточно, потому что, вроде, столько же и нужно, чтобы сделать портал ватт. И также у меня тут еще появилась железка. Отлично, железка никогда не будет лишним. И, кстати, тут тоже много лавы, что-то я ее не заметил. И в скором времени у нас даже откроется доступ к порталу в край. А получается, когда он откроется, то мы сможем выполнить достижение, которое называется... Где оно? Вот, эм... Где-то здесь это вроде бы оно, наверное. Конец, то есть нам требуется найти просто портал в край. Но так как мы его уже нашли, то имелось в виду, наверное, то, что мы должны именно выполнить ачивок столько, чтобы мы могли уже в него зайти. Вот тогда, думаю, когда мы в него зайдем, тогда у нас выполнится это достижение. Ну, или как-то так. Блин, этот спавнер-чешуниц я уже хочу сломать, серьезно. Ну, и все, выбираемся отсюда. И портал ватт мы будем где-то делать, наверное, уже на нашем островке. То есть, ну, не где-нибудь в шахте, наверное. Хотя, слушайте, а может быть в шахте все-таки? Блин, наверное, все-таки стоит в шахте его построить из-за того, что, ну, вдруг когда-нибудь какой-нибудь пигмен к нам ворвется и будет трогать моих куриц, овец и коров. Нет, этого нам пока что не нужно. Так что давайте где-нибудь в этой шахте мы сделаем портал. Ну, например... Да можно прямо здесь, в принципе, не проблема. Ну, и плюс у нас там и так, в принципе, места не очень много. Он нам будет только мешать, мне кажется, и будет очень много места занимать. Так что, да, думаю... О, водичка, водичка. Ничего себе, водичка, кстати, это полезно. Окей, возьмем-ка ее. И, кстати, я не взял водичку снизу. Блин, тупанул. Поэтому я пока что разолью одну водичку здесь. Заберу нашу водичку отсюда. И разолью здесь. И получается у нас теперь есть бесконечный источник воды. Отлично. В принципе, этого я уже давно хотел сделать. Наконец-то у нас есть теперь бесконечный источник воды. И у нас, кстати говоря, уже почти все выросло. Достаточно неплохо. Скоро мы сможем и питаться. У нас и еды много будет. И можем даже размножать коров и затем их убивать. Правда, не знаю для чего. Хотя, нет, знаю. В принципе, с них будет выпадать еда. И мы сможем еще больше питаться. Короче, в скором времени с едой и вообще ни с чем у нас проблем никаких быть не должно. Так, ну что же, погнали делать портал ват. Нам для него нужен кремень. Также нужно одно железкое. Вот так вот мы все это выставляем. Получается у нас огневая зажигалочка. И что нам еще, в принципе, нужно? А вроде как пока что ничего, да? Так, тут заспавнился скелет. Откуда ты вообще взялся? Как ты тут заспавнился? У меня же тут столько факелов. Я все факела тут уже... Ой, зато косточка выпала. Все. В принципе, можешь спавниться, братишка. Я не против. Главное, чтобы ты мне давал косточки, потому что они реально, в принципе, полезны. Так, е-мое, я слышу так много зомби, так много скелетов. Вот они, смотрите, внизу скелет. Отлично. Скелетов я люблю больше всего, потому что с них выпадают косточки, которые мне очень-очень нужны. Ну и все, начинаем строить портал ват. Значит, мы его строим вроде как примерно раз, два, три. Раз, два, раз, два, три, раз, два. Вроде бы вот так вот. Потому что, ой, как давно я не строил портал ват. Но вроде бы да, скорее всего вот так. Даже не вроде бы, а точно. И получается раз, два, три, бээнс, портал ват готов. Ну и что ж, давайте покушаем, а то вдруг мы туда отправимся. И сразу нас там кто-нибудь убьет. И регенимся, регенимся, регенимся. И погнали! Так, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ачивочка, надеюсь, нам выполнится. Еее, новое достижение в самое пекло. Ничего себе, смотрите, новый мир. Прямо офигеть. И он увеличивается вместе с нашим миром походу. Потому что он примерно такого же размера, как и наш мир. Офигеть, это очень клево. И так, что тут такого, в принципе, имеется И чем тут таким можно заняться Вроде бы я здесь ничего такого не вижу А я вообще тут ничего не вижу Наверное, тут чисто нужно было попасть в ад А, блин, может быть, спуститься ниже Ну ладно, рискну Так, тут пик зомби, не бей меня, пожалуйста У меня так, хп немного Блин, ещё скелет Короче говоря, ладно Давайте убьём этого скелета, потому что с него может выпасть косточка А нам она нужна И всё, прин... Нет, 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 пожалуйста, не надо Плис, 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 плис Не надо, не надо, я не хочу умереть из-за какого-то скелета Фух, я испугался реально Как у меня мало хп, всего лишь полтора хп Так, всё, я сваливаю отсюда Я просто отсюда сваливаю Ой, нет, 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 стой, 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 стой Мнеет, блин Офигеть, какой-то скелет меня убил Да ладно Я думал, меня там будут и фриты, и гасты убивать А меня убил какой-то скелет с обычного мира Так, нужно сейчас пойти Боже, надеюсь, мои ресурсы не потерялись Ресурсы, где мои ресурсы? Где... Иди, что скелет дурацкий На, в лаве сгори, сгори в лаве Где мои ресурсы? Так, окей, броня есть, голова иссушителя есть Алмазная кирка, фух Самое главное Нет, нет, отстань Отстань, 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 отстань Я сейчас опять сгорю Нет, 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 нет Тупо какой-то скелет Просто какой-то скелет меня дважды убил в аду Что это такое? Так, сейчас нужно с ним справиться Нужно было с собой хотя бы кирку деревянную взять Чтобы ему по лицу дать Где ты? Покажись, на тебе по лицу Кирка и алмазный сейчас тебя бьют Давай, на, 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 на Так, меч у меня есть, броня есть Фух, ну самое главное, что есть алмазная кирка Я за неё переживал больше всего Фух, ну и голова иссушителя Потому что её тоже я нигде больше не найду Так, и опять скелет Ещё один скелет Откуда вас так много здесь? Тихо, тихо, берётся Фух, так, сейчас новый походу заспавнится, да? Короче, я понял Тут везде скелеты Всё, да-да-да, я вижу уже нового скелета Всё, я сваливаю Я отсюда пошёл, не стреляй Пожалуйста, пожалуйста, нет Он сейчас стреляет мне будет Тихо-тихо-тихо, не стреляй, плиз Если мне нужны будут скелеты Я знаю, куда мне идти Ой, здравствуйте, эпик зомби Если мне нужны будут скелеты Я приду сюда Ооо, кстати А вот это реально нам может пригодиться В принципе, glowstone нам правда может пригодиться Так что, думаю, есть смысл подняться и его собрать Не бейте, пожалуйста, блин Надеюсь, эти эпик зомби дружелюбные А то у меня полтора хп Если меня хоть один из них ударит Всё, я труп Ладно, поднимаемся вверх Пожалуйста, не трогайте Хотя, самое главное, чтобы я их случайно не тронул А то, если я одного ударю Всё, мне хана Я больше никогда в своей жизни не попаду в этот ад Так, вот так вот простраиваемся сюда И отлично Этот glowstone, в принципе, может нам пригодиться Во-первых, ну, просто чтобы осветить нашу территорию Ну и, не знаю Чисто, наверное, для декорации, для красоты Думаю, он будет прикольно смотреться И, может быть, не знаю В будущем ещё для чего-то пригодится Хотя, не знаю Будем ли мы тут какие-то зельки делать Но если будем, то реально пригодится Ну всё, этого нам вполне достаточно У меня 42 штучки Аккуратненько теперь спускаемся вниз Чтобы не умереть Это у меня всего лишь полтора хп Ну и сваливаем отсюда Тут целая стая этих пик зомби Я только смотрю на них И мне уже как-то не по себе Так что всё Пацаны, я вам мешать не буду Я лучше вернусь в свой мир Фух, зато мы выполнили одно достижение Хоть мы, вроде как, мы особо, кстати, ничего не потеряли То есть я только потерял свои ботинки И больше, кажется, ничего С того, как меня убил скелет Зато теперь у нас есть glowstone Много косточек И даже стрелы прибавились Так что, может быть, это было их добро О, новое дерево выросло Отлично Итак, в принципе, мы можем эту кость всю переделать Потому что у нас есть, вроде как, ещё 5 косточек Мы можем всё это переобразовать в костную муку И вырастить всё, что у нас тут растёт Потому что, во-первых, это еда Во-вторых, ну почему бы и нет Оп, и вот так вот, оп Отлично Мы абсолютно всё здесь вырастили Можем всё-всё-всё-всё-всё Теперь собрать И теперь у нас будет, во-первых, много хлебушка Во-вторых, заново мы всё это можем, в принципе, вырасти И мы, кстати, в скором времени уже дотянемся до этого тростника И до сундука Кстати, после того, как мы отправились в ад У нас появилось два новых достижения Это убить гаста собственным фаерболом И добыть огненный жезл Мне кажется, и то, и то мы можем выполнить Всё это надо выполнить вон в том аду Потому что там есть остров, как бы, сделанный из ада И, в общем-то, я думаю, туда мы отправимся в новой серии И, кстати, я нашёл ачивку, которую мы почему-то не выполнили Разложить двух коров пшеницы Да ладно Самое просто лёгкое достижение И мы его не выполнили Так, так, так Три, два, один, бэмс, готово Плюс одна ачивочка Прикольная Итак, слушайте, мне очень интересно сгонять к нашему спаунеру И посмотреть, можем ли мы уже залтать там сундучок или нет Так, он у нас вот здесь находится И да, мы можем его залтать И здесь у нас находится что? Седло! Отлично! Седло, морковка Ой-ой-ой, вот это, кстати, очень полезно Ну, кусочки железа и семена тыквы вроде как не особо Но очень полезно морковка и седло Объясняю, почему морковка нам очень полезна Потому что, если мы соединим удочку с морковкой Получится как раз-таки удочка с морковкой О, ничего себе логика Короче говоря, если мы соединим нашу морковку с нашей удочкой Мы сможем выполнить достижение Которое называется то, что мы должны прыгнуть со скалы верхом на свинье Мы это сделаем в следующей серии Также мы отправимся в тот остров И также мы выполним много-много всего здесь еще Так что, ребята, спасибо большое за просмотр Не забывайте, что как только эта серия наберет 3000 лайков Сразу же я пойду записывать новую Сегодня продолжает кататься на вагонетке Я вас прошу поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий С вами был я, Тумка До новых встреч Увидимся в новых роликах Пока!